Вот и настал для меня радостный момент. Я наконец добыла себе инкубационные яйца. Яйца перепелиные. Перепелок никогда в жизни не держала, не инкубировала, ничего с ними не делала. И вообще считала, что перепелки это что-то так себе. Вообще неизвестно зачем их держит. А потом вдруг почитала, узнала про них побольше. Ну и по-моему я сейчас ими восхищаюсь, надо посмотреть. Вот, в связи с этим купила 400 на данный момент инкубационных яиц перепелок. Две коробочки из разных мест прибыли. Вот, сейчас мы их распакуем, посмотрим как они запакованы. Что там у них побилось, не побилось. Яйца приехали и те, и те издалека. Я с ними сегодня еще бегала на маршрутку. Так что, если там что-то очень много побито, то это скорее всего и моя вина. Начнем, например, вот с фиолетовенькой коробочки. Оп, красота какая. Во, какая профессиональная упаковка. Так, это у нас перепелиные инкубационные яйца этого, техасские. Так, сейчас я их буду выкладывать в лоточек. Чтобы удобнее было выкладывать яйца инкубационные в лоточек, чтобы он не падал, не нагибался, не перекатывались. Они, в общем, будем, поставим его немножко под углом. Тут не совсем видно. В общем, я одну верхнюю часть, вот эту вот, приподниму. И тогда будет удобно яйца выкладывать. Так, значит, начинаем. Я так понимаю, перепелиные яйца, я там вроде читала, можно вот так вот ставить носиком. Вниз. Низковато поставила. Так, вот что мы сделаем. Короче, лоточек длинный. Я приподняла тот конец. Сантиметров на 5. Ой, укатился. Ну, яйца перекатываются. Вообще, у блицев там продается на сайте лоток для перепелов специально. Я спрашивала, в чем, ну, как бы, разница. Разница в следующем. Там просто вот такая перегородка. Вот. Получается, наверное, вот так вот удобнее накладывать яйца. И потом перегородка вот так вертикально ставится. Ну, не вертикально, как это, вот по длине ставится. Ну, сейчас попробуем тогда таким образом лоток наклонить. И складывать в эту сторону. Так, ну, на те же, в принципе, 5 сантиметров подняли. Ну, да, так они вываливаться меньше будут. Ладно, погнали. Как-то волнительно все. Яйца я ничем, короче, не обрабатываю, не мою. В прошлом году я выводила гусей индюков. Я яйца мыла, честно говоря. Не знаю, читаю в интернете. Пишут, то мыть, то не мыть. Но эти перепелины абсолютно чистенькие, я так понимаю. Или, по крайней мере, не видно, если они грязненькие. Вот, я их мыть не буду. Надо еще немножко поднять. Все-таки скатываются яйца. Капельки успокоительные подложим. Значит, я подложила под тот конец сантиметров, наверное, 12-13. Я, для интереса, время засекла. Поскольку, я так предполагаю, я здесь надолго с этими яйцами. Ну, начала я где-то это все. Может, без 20-11. Сейчас 11. На данный момент минут 20 я этим занимаюсь. То ли еще будет, я подозреваю. Так это еще даже первую коробку не выложила. Ладно. Сейчас потренируюсь, может, потом как заложу. Читала, кстати, про авоскопирование этих яиц. Перепелиных. Поскольку у них темная скорлупа, очень плохо видно. Просвечивать их очень неудобно. Поэтому написано, что их можно опускать в воду. И там, по положению яйца в воде, снизу оно там, в средине или сверху. Становится понятно, нормально идет развитие или нет. Ну, не знаю, насколько там это понятно. В общем, буду, когда вас копировать, тоже сниму. Потому что это для меня ново. Посмотрим, что там, как проверять. Кстати, я изучала породы перепелов. Ну, уже если заводить. Вот, сниму видео обязательно по этому поводу. Вообще, думала сначала снять видео, потом закладывать яйца. Ну, просто руки не дошли. Делал много. Что-то не дошли. Вот. В двух словах расскажу, поизучала эти всякие породы. Ну, собственно, пришла к такому выводу, что самые лучшие из яичных японские. Самые лучшие из мясных техасские. Ну, собственно, японских и техасских я и купила. Хочу еще попозже купить... Блин, как они называются? Феникс, по-моему. Они вроде как здоровые. Там по 400 грамм живым весом. Красивые. Яйца у них реально такие большущие. Ну, на фотографии, по крайней мере. Яйцо. Ну, заявлено там 19-20 грамм. Размером со спичечный коробок. В интернете на эту тему дискуссии большие. Что это не отдельная порода, а что-то там неизвестно что. Это типа маньчжурские, только большие. Ну, в общем, я не знаю. Но яйца, яйца, скорее всего, закажу и положу в инкубатор. И посмотрим, что там из них получится. Блин, ну как же ж их тяжело закладывать. Ну, мне, по крайней мере. Что-то мне кажется, что надо будет назад вертикально ставить. Фиг их знает, что с ними делать. Ну, вон, они уже, блин, носами вверх поставили. Ай, кошмар какой! Нужно их опять перекладывать. Походу, да. Ой-ой-ой! Блин, ну это жесть, конечно. Ой-ой-ой! Их однозначно надо ставить носиком, потому что, когда кладешь боком, они очень многие переворачиваются носиками кверху, а их так нельзя, наверное. Вот жесть какая! Блин! Просто косяк в том, что если яйца не если, а когда яйца будут поворачиваться, там большой угол наклона, и они могут тупо повылетать. Поэтому их надо укладывать очень плотно, а потом зазоры еще уплотнять к каким-нибудь пенопластам. Ну, эти маленькие яйца, они катаются. Ладно, сейчас как-нибудь уложу. Жесть! Просто жесть! Нет, я все-таки эти яйца победю. Куда деваться уже? Блин, есть желание переложить в несушку. Там на бок просто положил, блин, забыл. Хотя у меня там мало очень влезет, у меня нет перепели на решетке. Ну, несушка вообще так себе инкубатор. И вывод хуже будет, так что лучше постараться тут. Ну, я так думаю, вывод хуже будет. У меня там есть обзор инкубатора «Не сушка», которым я в прошлом году выводила. Кому интересно, подсказка вот сейчас в этом месте будет, посмотрите, кто не смотрел. Еще есть видео, как повысить влажность в инкубаторе «Не сушка». Тут тоже сейчас будет подсказка. Если что, можно открыть в новой вкладке. Она, наверное, автоматически даже открывается в новой вкладке у меня тут на канале. То есть, когда нажимаете на подсказку, откроется новая вкладочка. И там это видео, ну, как бы, в это время можно досмотреть это видео, а там у вас просто будет оно, ну, на новой вкладке загружаться оно не будет, пока вы туда не перейдете. Ну, у меня, по крайней мере, так все работает. То есть, если хотите посмотреть подсказку, нажимаете видео, ну, нажимаете на эту подсказку, открывается страница с видео, вы спокойно дальше смотрите, как я мучаюсь, тут закладываю перепелиные яйца, а та страница будет просто открыта. И когда вы досмотрите это видео, как я домучаюсь, можете перейти туда, и там начнет идти тогда видео. То есть, оно само не должно идти, пока вы не зайдете на ту страницу. Обзор инкубатора Блиц у меня есть отдельно. Ну, не совсем обзор инкубатора Блиц, на самом деле, там просто первое впечатление, как я их купила, заказала, как оно там что работает, что куда вертится, ну, примерно так. То есть, я их еще в быту не использовала, вот первый раз. Но отзывы про Блиц только-только-только положительные. Вот, поэтому я очень вдохновилась, купила 10 штук, и вот страдаю, закладываю перепелиные яйца в них. Но только одни положительные отзывы, что вывод просто всегда у всех прекрасный. Про перепелиные яйца там вот говорят, что если забыть отключить автоповорот, и особенно если там раньше начинают вылупляться какие-то перепелята в связи, там, ну, не знаю, с чем они раньше вылупляются, с режимом инкубации, наверное, не совсем правильным, вот, они могут упасть и утопиться в лотках. Что я могу сказать? Я перепелят собираюсь перекладывать яйца, перед выводом в несушку, вот, там просто по краям вот так вот ванночки стоят. Я, в принципе, ну, пока с ними игралась, немножко поняла. Когда ванночки стоят сбоку, по краям, там можно просунуть эту лейку, и не снимая лоток, налить туда воды. Если ванночки не по краям стоят, их можно, ну, в серединку ставить. На влажность это, я так понимаю, никак не влияет. Но при этом нельзя через эту... Ну, там такая есть, сейчас покажу. Через такую воронку нельзя налить воды. То есть, когда ванночки по краям, так оп, оно проводится и заливается. Если ванночка стоит в середине, две, то оно, ну, так нельзя сделать. С другой стороны, если ванночки по краям, то перепелята могут выпрыгивать и топиться. Если в середине, они не выпрыгивают и не топятся. Ну, короче, вовремя надо отключать автоповорот, я так понимаю, из всего этого. Как вариант, я подумываю себе сделать, сделать наверх вот такую пластиковую сеточку, вот как здесь внизу, такую же наверх. Вот. И накрыть эти перепелиные яйца там, не знаю как. Но это надо подумать, еще сделать. Блин, я это вот закладываю, эти яйца, уже не знаю сколько, чуть ли не час. А еще, наверное, часа три я буду монтировать видео потом после этой закладки, вырезать все ненужное. Потому что ненужного тут очень много. Ну, я надеюсь, все временем научусь хорошо укладывать эти яйца. Ну, тяжеловато с ними. И мелкие, ей как-то аккуратненько надо. Ну, вот что оно перевернулось? Вот что тут лежит перевернутое яйцо? Тебе же поставили как надо, тело перевернулось. Боюсь, что повылетает. Вот в чем проблема. Да, с куриными, конечно, в этом плане вообще никаких вопросов нету. Засунул их. Пока другие не пробовала, только куриные. Ну, я думаю, что остальные аналогичные. Они душиные, там все такое, ну, перепелиные. Просто жесть. Слушайте, если кто-то знает какие-то способы упрощения, как попроще эти закладывать яйца, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Влезло. Сейчас я их уплотню и посчитаю. На уплотнение есть такие вот штучки. Это как раз был уплотнитель к инкубатору. Сейчас мы их и используем. Ужас, 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 ужас. В прошлом году, например, мы, когда выводили гусей, очень было удобно, я тоже набирала яйца, вот, очень было удобно, например, просматривать на авоскопе, когда какое-то, например, подозрительное яйцо, помечать его номер на бумажке, вот, ну и смотреть в следующий раз, как там, что, ну, к нему, ему пристальное внимание какое-то уделить. Сейчас мне, если честно, просто тупо интересно, сколько их. Посчитали, яйца 196 яиц. Ну, короче, да, на 200 яиц получается этот примерно лоток. Это техасские яйца. А японские будут меньше, то есть тут даже, наверное, чуть больше влезет. Ну, ну что, 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 ну, вроде, ну, вроде не выпадают. Ну, надеюсь, и не выпадут. Первый лоток вроде готов, 196 яиц техасских. Сейчас будем закладывать второй лоток, техасские и японские. Коробочка. Распаковываем. Настроение поднялось все-таки после песенки и вообще, чтобы, наконец, заложила. Ну, полторачно закладывала, больше даже. Жесть. Так, тут у нас в сено упаковано. Я, граждане, продавцы, упаковывайте, пожалуйста, наверное, лучше в бумажке. Реально как-то неудобно с сеном. Хотя. Ну, вот, надо сказать, второй лоток веселее немножко идет. Я его подставила под острый угол, подперла. Ну, и как-то пока что укладывается хорошо. Ну, правда, на предыдущем я мучилась-мучилась и потом, когда тоже под острый угол такой поставила, во второй половине начались такие проблемы, не начали перекатываться. Ну, в принципе, может, руку немножко уже набила. Все-таки второй лоток, а не первый. Ну, в общем-то, сейчас нормально вполне себе укладывается. Главное, короче, терпение, спокойствие и какой-то должен быть грамотный подход. Сейчас посмотрим, чем закончится этот раз. Так, идет третий час закладки инкубатора. Второго. Второй лоток перепелиных яиц. Ну, что хочу сказать по второй коробке яиц? Ну, как-то, не знаю, что-то они мне подозрения вызывают, в принципе. Во-первых, многовато таких яиц, ну, не совсем яичной формы, а вот, ну, это еще ладно, куда они шло, но я их два так отложила. Ну, вон совсем, например, ладно, по одному возьму, совсем, например, круглое какое-то, фактически не видно, где там острый конец, где тупой. Вот еще одно круглое какое-то яйцо. Не знаю, их, наверное, не будут закладывать. Вот это какое-то подозрительное тоже, не знаю. Я, конечно, плохо в перепелиных яицах разбираюсь, но все-таки что-то как-то они мне, не знаю. Так, что еще? Вот есть таких штук 10-15 яиц, какой-то вот такой странной расцветки. Может, это японские такие должны быть, не знаю. Ну, сказать, чтобы... Ну, тут должно штук 90 быть этих японских, но их тут столько нету. Ну, то есть какого-то каменистого окраса мраморного. Короче, не знаю, что мне тут надавали, будем смотреть, что тут выведется. Ну, что-то как-то мне эти яйца подозрительные. Вот таких вот много, у которых не определить, фактически, ну, тяжело определить, где острый конец. Ну, тут понятно, где, а тут вот... Ну, вроде как тоже здесь, но все-таки не ярко выражен. Я так понимаю, это не совсем правильная форма яйца. Что-то не сильно мне нравится. И все они, они доехали, кстати говоря, хуже. Вот еще не разобрала до конца эту коробку, хотя тут меньше их. Там было 210 примерно. Здесь где-то 190 яиц должно было быть. Я их еще не пересчитывала, вон сколько уже боя. Причем я одно, по-моему, только расквасила из этих. Ну, предыдущая коробка вот. Вот, ну, из них штук 5 я расквасила, ну, 4 точно. Не знаю, что-то не внушают доверие мне эти яйца. Ну, посмотрим, что из них выведется. Пока будем дальше закладывать. Сейчас мы будем сначала прогревать инкубатор. Перед тем, как заложить яйца, надо хорошо их прогреть. Я поставила по одной ванночке в каждый инкубатор. Можно ставить или одну, или две. Значит, с одной ванночкой у нас влажность регулируется в диапазоне 35-70%. То есть, этого достаточно до самого вывода. В принципе, 70% на выводе может быть достаточно. Ну, на выводе я их перекладывать собираюсь в другой инкубатор, поэтому пока что пойдет. Ну, если не буду перекладывать, то доставлю сюда просто вторую ванночку и сделаю 80% на 16-17 день инкубации. Так, сначала мы будем прогревать инкубаторы без яиц. Сейчас я заклеила малярной лентой вентиляционные отверстия. Сейчас мы поставим температуру, наверное, 38, чтобы хорошо прогрелся инкубатор и побыстрее. Поставим температуру 38 и пару часов инкубаторы погреются, сами себя погреют. А потом заложим яйца. Так, еще один важный момент. Я тут уплотняла-уплотняла эти яйца. Сейчас, пока инкубатор еще не включила прогреваться, хочу проверить автоповорот. То есть, будут они вылетать или нет все-таки. Если будут, буду уплотнять. Если не будут, значит не буду. Просто если... Ну, автоповорот надо включать на второй-треть день инкубации. Я включу на второй. То есть, первые сутки яйца спокойно лежат, просто прогреваются. И если тогда начнут они вылетать, то надо будет вынимать лоток и опять-таки их уплотнять. И из-за этого, ну, могут быть проблемы с яйцами какие-то. То есть, это смотря, сколько времени займет. В общем, в первой части инкубации, в первых днях, нежелательно, чтобы яйца остывали. Поэтому проверять будем сейчас, чтобы сразу уплотнить яйца. Два лотка проверим. Блин, страшно? Так, вроде не выкатились. Раз. Дальше. Ну что, вроде как нормально. Так, ставим лоток в исходное положение этот. Сейчас будем проверять второй лоток. Яйца постояли, ровно лоток постоял, они уже как-то поддвигались, деформировались. Их опять уплотнять, что ли надо? Ладно. Эх, ну что, будь что будет, так сказать. Если что, съедим. У меня не до конца еще разобралась с автоповоротом, я его тупо жму долго, пока он куда-нибудь не поедет. Поймать хочется. Ну что, вроде все нормально. Ставим в исходное положение лоток. Снимаем лоток. Ну и пока закрываем инкубатор. И вот один. Я поставлю температуру 38. Кстати, вот усовершенствовала, если что, ручечки. Неудобно вынимать эти штуки было. Ну, мужчины, если смотрят, конечно, посмеются с моих самоделов. Ну, в общем, для женщин вот скотч прилепила и нормально. Так, все, прогреваем инкубатор. Ставим температуру 38. И ждем, когда они нагреются. Температура стабилизируется. А потом будем яйца закладывать. Ну что, вроде инкубаторы прогрелись. Будем закладывать яйца. Вот у нас стал этот торжественный момент. Так. Стабильно держит температуру 38.2. И 2, даже показываю 38.1. Сейчас заложу яйца. Первый лоточек. Так, вот надо посмотреть, чтобы квадратик на квадратик хорошо на штырек село. Ну, вроде село. Так, что у нас дальше сейчас будет? Значит, посмотрела режимы инкубации. Рассказываю вкратце, что делается с перепелиными яйцами. В общем, выводятся они 17 дней. Первый, второй день. Прочитаю табличку, которую поставили, которую нашла. И потом расскажу, что я собираюсь делать. Значит, первый, второй день. 37,7 температура. Влажность 60,70. Переворота нет. Или 1,3 раза в сутки. Третий, пятнадцатый день. Температура 37,6 на 1,1 ниже. Влажность 55,50. Переворот 3,8 раз в сутки. 16,17 день. Температура 37,5. Влажность 80,90%. Переворота нет. Значит, что я собираюсь делать. Первые сутки поставлю 38 температуру. 37,8. Чтобы яйца прогрелись вроде как хорошо. Наверное, 37,8. Вот. Автоповорота не будет. Влажность 55% ставлю. Может, чуть больше. 60,70 написано. Ну, поставим 60. Среднее что-то. Так. И трогать эти яйца не буду. Потом включу автоповорот. Температуру поставлю, наверное, 37,7. Третий, пятнадцатый день. Автоповорот тут через каждые 2 часа. Влажность 55% поставлю. Может, чуть меньше. Ну, чуть. Сколько тут получится. 45, 55, где-то вот так вот. 16,17 день. Температура, соответственно, 37,5. 80,90% влажность. Переворота нет. Ну, это я перенесу уже в следующий инкубатор. Вот. Не знаю по поводу охлаждения. Все яйца вообще надо вроде как охлаждать. Про перепелиные я не нашла. Надо их охлаждать или нет. Ну, куриные индюшины вроде как раз в сутки со второго периода. Я, в общем, еще где-то недельку-две поищу, надо их охлаждать или нет. Не недельку-две, а недельку просто поищу. Не знаю, надо ли охлаждать или нет. И тогда со второго периода будем смотреть. Вот. Ну, все. Вроде заложили. Все, пока. А рассказывайте, пожалуйста, если у меня есть какие-то ошибки в комментариях. Потому что я ничего не знаю. И мне будет очень полезно. И я буду очень благодарна, если вы поправите, если я где-то ошиблась. Поможете мне вывести этих перепелят. А еще подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кстати, я узнала, зачем ставить лайки. Оказывается, если... Ну, чем больше лайков, тем выше видео в рейтинге. То есть, если вам действительно понравилось видео, и вы хотите поддержать его, чтобы другие люди увидели, ставьте, пожалуйста, лайки. Все, спасибо всем. Пока.